Теперь мы на спорте! Дело в долгий ящик. Расскажите мне и нашим слушателям, что за турнир такой «Битва городов» и почему призовые места на нем так ценятся? Этот турнир проводится с 2017 или 2018 года, если не ошибаюсь. Изначально он планировался как самый массовый среди всех команд, всех городов. Хотелось, чтобы собрать как можно больше ребят и порадовать их атмосферой футбола, атмосферой праздника. На данный момент, в 2020 году этот турнир не состоялся, ввиду того, что была пандемия. И в 2021 году со всеми ограничениями, со всеми сложностями удалось провести этот турнир. Не так много команд поехало, как планировалось, но 250 команд – это тоже немало. Немного команд – 250? Ну да, это еще не так много. Хотелось гораздо больше, но так получилось, что из-за ограничений определенных пришлось сократить определенное количество игр, определенные поля, поэтому команд не так много. Желающих было, по-моему, в два или три раза больше изначально. И мы съездили, свозили 10 команд, каждая поучаствовала в своем дивизионе по силам, по возрасту. И вот нам как-то не то, что повезло, но мы хорошо постарались, поиграли, и все 10 команд заняли призовые места. И нас отметили как одну из делегаций, которая больше всех привезла призовых мест. То есть каждая из команд привезла домой медаль того или иного достоинства? Да, все верно. Никто без наград из Москвы, в Москве ведь проходил, да? Да, в Москве. Из Москвы не уехал? Все верно. Каждая команда занялась первое по третье место в своем дивизионе. Каких результатов достигли? То есть каких медалей больше? Золотых, серебряных, бронзовых? К счастью, золотых. Так получилось, что пять золотых медалей привезли, три серебряных и, можно сказать, что две бронзовых, но их на самом деле три. Потому что одна команда участвовала в двух форматах, и в итоге они смогли еще, по сути, еще одну бронзу привезти. Поэтому пять золотых, три серебряных и три бронзовых. Ну, получается, судя по результату, детский футбол в Кирове ничем не уступает футболу в более крупных городах. И вообще, из крупных городов принимали участие ребята или города маленькие? Со всех городов, и это и Подмосковье, и сама Москва, и Оренбург, и из других стран приезжали, если не ошибаюсь, там из Ташкента, по-моему. Поэтому могу сказать, что наши ребята ничем не хуже, а даже, наоборот, лучше. И когда говорят, что футбол там умирает или... Да нет, в Кирове очень хороший футбол, на самом деле, и его только нужно поддерживать и дальше развивать. И ребята показывают уровень, показывают то, что можно в Кирове добиваться каких-то высот и дальше заниматься. Но, к сожалению, у нас не хватает определенной инфраструктуры, чтобы это потом, так скажем, держать уровень. Как раз языка сняли вопрос, почему вот происходит вот эта загвоздка при переходе от детского к юношескому футболу и к взрослому, чего не хватает? Только ли инфраструктуры не хватает? На данный момент это проблема номер один, потому что при переходе из одного формата на более старший, необходимы уже большие поля, необходимы тренировочные площадки, их несколько. И, к сожалению, у нас пока таких площадок нет. Точнее, они есть, но только на летний период времени. А у нас, как говорится, 9 месяцев в регионе – это зима, поэтому нам необходимо, конечно, крытые площадки манежи, чтобы тренировать именно в данном формате и чтобы у ребят формировалась привычка, определенный навык. Ну, давайте выразим надежду, что рано или поздно такие площадки у нас в городе и в области тоже появятся, и ребята смогут тренироваться практически круглогодично в комфортных условиях, не переодеваясь где-то на снегу и не бегая по замерзшему полю. Да, да. Давайте вернемся все-таки к турниру «Битва городов». Я прочитал, что самые талантливые дети по итогам турнира получили шанс пройти стажировку в Академии футбольного клуба «Спартак Москва». Есть ли среди этих счастливчиков кировчане? Вот как раз недавно мы обсуждали с родителями, кого взяли на карандаш, и там было несколько этапов. Первое – это кого уже сразу пригласили на стажировку. К сожалению, среди наших ребят туда никого не взяли. Там всего изначально планировалось три человека, взяли шестерых. Это в основном ребята 12 и 11 года рождения, и, к сожалению, нас туда, ребят наших, не взяли. Но на карандаш, так скажем, на перспективу на будущее взяли одного ребенка 2010 года. Ну, как ребенка уже, можно сказать, солидного подростка 2010 года. И, да, подходили селекционеры, скауты, спрашивали, что за ребенок, как себя в игре показывают. То есть они за ним следили и записали на карандаш. То есть в перспективе, возможно, что его пригласят на стажировку, и за ним дистанционно будут наблюдать. То есть так и сказали, что с вами будут связываться регулярно и спрашивать там, какие успехи. Я правильно понимаю, что вот этот турнир, который прошел, он, его партнером был именно московский «Спартак», и скауты присутствовали только московского клуба. Или другие представители других футбольных клубов там тоже были и просматривали, может быть, кого-то для себя? Так как у нас сотрудничество с Академией «Спартака», то да, именно скауты были или селекционеры Академии «Спартака». И так и турнир называется, по сути, «Битва городов» между школами «Юниор» и «Спартак-Юниор». То есть мы, как партнеры со «Спартаком», вот на их полях проводили этот турнир. И так получилось, что вот нашего ребенка заметили, и это приятно, потому что большая работа проводится, и мы очень надеемся, что дальше в перспективе у него получится все-таки эту стажировку пройти. Кстати, как отреагировали в вашей футбольной школе на то, что вот одного из детей заметили в футбольном «Спартаке»? То есть, может быть, была радость за него или, наоборот, кто-то позавидовал по-черному? Все немножечко, конечно, позавидовали, что его выбрали, вот, но он сам вообще расстроился. Изначально после турнира сказал, я очень плохо отыграл, хотя он был прям машина, тащил всю команду вперед, не так много забивал, сколько отдавал голевых передач и именно делал такую всю черновую работу. И он расстроился, что вот его, конечно, не пригласили сразу на стажировку, но то, что его взяли на карандаш, он порадовался. Потом спустя время отошел, сказал, все, буду дальше заниматься, тренироваться, работать. Как зовут парня? За кого нужно радоваться? Шимон Савва. Савва. Ну, давайте пожелаем Савве, чтобы его все-таки заметили в футбольном «Спартаке», и рано или поздно он надел бы форму, как минимум, академии этого клуба. Вообще, я видел фотографии команд на стадионе московского «Спартака», то есть на главной арене. Правильно ли я понимаю, что все игры проходили там же или где-то рядом, или визит на арену одного из самых популярных клубов России – это, скажем так, такой бонус победителям? Да, у нас было несколько дней игровых на академии «Спартака», на площадках академии, на полях. А уже именно само награждение и, например, поход в музей были именно уже на стадионе «Открытие банк» у «Спартака». Ну, конечно, ребятам побывать на самом поле, потрогать траву, фотографироваться с кубками и просто даже попасть в музей – это огромное удовольствие, и куча от них можно потом было слышать возгласов и эмоций, что им это очень понравилось. Мы не забываем, что, в принципе, все 10 команд получили награды, соответственно, для всех этих 10 команд посещение музея и выход на поле главной аренды «Московского «Спартака» – это еще дополнительный бонус, наверное. Согласен. Вообще там даже просто, когда они подходили к этой арене, уже было куча эмоций, что «Вау, такая огромная площадка!» Когда мы на ней будем играть? Ну и одно удовольствие было под аплодисменты родителей, либо там на трибунах выходить и получать эти награды. Насколько я понял, вот турнир, о котором мы говорим «Битва городов», он был первым за долгое время. Вы уже сказали, что в 2020 году, к сожалению, из-за пандемии турниров футбольных подобного масштаба не проводилось. А в более мелких турнирах удалось принять участие? Или вот получился такой соревновательный простой в 2020, вот в 2021 году? В 2020 году были небольшие турниры, но они именно связаны были с тем, что в основном из-за ограничений нельзя на трибунах находиться болельщиком, нельзя было особо долго находиться на поле. То есть отыграл сразу, ушел в другое место. И как бы такой именно атмосферы праздника и соревнования не было. Конечно, были небольшие турниры, которые старались проводить с учетом всех требований. Ну, вот не так много их было, поэтому в этом году, по-моему, вот как только ограничения снизили, ослабли, то сразу куча турниров появилась, и вот мы стали готовиться к одному из главных для нас. Какие турниры ждут вашу школу впереди? Какие планы на будущее? Впереди у нас в городе Киров пройдет чемпионат среди 2014 года рождения. Если не ошибаюсь, он называется «Золотое кольцо», как-то так. То есть примут достаточно самые сильные школы по этому возрасту, и хотелось бы каких-то тоже результатов достичь. У нас будет четыре команды играть, даже если не ошибаюсь, возможно, пять по данному возрасту. И эти ребята как раз-таки заняли первые места на турнире в Москве. Посмотрим, как они себя здесь проявят. А кто к нам в гости приедет? Команды каких городов? Я не знаю, именно из каких городов. В основном это кировские команды. То есть по приезжим, пока информации у меня нет. Пока еще идет стадия регистрации, поэтому мы своих соперников узнаем чуть позднее. Но в принципе, ведь вы должны знать примерно своих соперников по всем возрастам. Кто лидирует вот сейчас в данный момент по возрастам, которые культивируются, подготовка в вашей школе? Сейчас, наверное, около трех-четырех школ, которые, наверное, воспитывают в современных тенденциях воспитанников. Можно прямо так их и называть, да? Да, да, да. То есть это Вятшор, школа факела, это Академия Вектор, это наша школа юниор. И также можно отметить спортивную школу, то есть пятую. Это, наверное, основные, так скажем, конкуренты в борьбе за золото. Кстати, хотел спросить про работу в вашей школе. На что делается упор при работе с детьми? Ведь не секрет, что в отдельных спортивных школах во главу угла ставится чуть ли не с самого раннего возраста результат, а иногда в жертву приносят другие компоненты игры, азы которых как раз закладываются в раннем возрасте. На что делаете упор вы? У малышей трех-четырех лет это в основном какие-то подвижные игры. Это игры с мячом, когда они познают только вот самые азы игры, и там уже идет задача именно такое прививание любви к футболу. У более старших ребят, то есть уже там чуть-чуть постарше 5-6-7 лет дошкольников, это уже какие-то определенные упражнения, которые направлены на изучение техники определенной. И уже далее это идет, естественно, какая-то тактика индивидуальная, в малых группах тактика. В основном наша задача это, мы учим контролировать мяч, мы учим не выбивать, сохранять. То есть пусть они ошибаются, пусть они набивают шишки, но мы будем играть в футбол, а не, как называется, бей-беги. Вот поэтому, да, мы для себя выбрали такой путь, что пусть мы будем там условно где-то проигрывать, но будем учить ребят футболу, а не простым каким-то действием. Вы уже сказали, что в принципе в вашей школе занимаются дети 3-4 лет, то есть это самые маленькие... Бывали и 2,5 года, то есть у меня сын в 2,5 начал. Да, просто бывают дети готовы психически, поэтому они могут и раньше начинать. А так 3 года идеальный возраст, чтобы хотя бы какой-то общей физической подготовкой заниматься, общеразвивающими упражнениями и также игры. А сколько сейчас вообще детей занимаются в вашей школе? Давненько не подсчитывали, сейчас после, так скажем, летних каникул сложно адекватную, точнее правильную цифру сказать, но порядка было 600 человек на период, так скажем, до каникул. Теперь я понимаю, почему вы говорите, что не хватает инфраструктуры, когда занимаются в школе 600 человек, то в принципе разделить между ними игровое время и игровое поле достаточно сложно. Да, особенно когда хотят, чтобы еще это было вечером, после работы. Да, спортивных объектов не хватает для этого всего. А можно ли в таких условиях говорить о развитии школы, как в плане количества занимающихся, так и в плане результатов команд? Естественно, когда больше у нас ребят приходит, у нас есть возможность отбора уже какого-то в команды, то, конечно, и результаты появляются со временем. Конечно, отбор – это такой один из важных элементов для успеха. Но, несмотря на то, что бывает, не хватает ребят по какому-то возрасту, мы работаем с теми, кто есть, и пытаемся из них максимум выжить или добиться каких-то результатов, чтобы они, так скажем, развивались и показывали свой максимум предел. Знаете, сейчас себя поймал на мысли, что, глядя на вас, когда вы рассказываете про свою футбольную школу, у вас прям горят глаза, вы с таким интересом, с таким энтузиазмом об этом рассказываете, и у меня такой вопрос возник вообще, что для вас значит футбольная школа юниор, и не ревнуют ли дома к этому увлечению? Дома, естественно, ревнуют, хотят, чтобы эта школа работала без меня каким-нибудь образом, но для меня школа – это прежде всего определенное место, куда ребенок может прийти и просто насладиться своим любимым видом спорта, прийти пообщаться с ребятами, в где не будут каких-то руганий или каких-то драк или еще чего-то. То есть это комфортная, благоприятная атмосфера, в которой тебя любят, в которой тебя ждут и тренеры в том числе. И для меня, в первую очередь, это была задача сделать так, чтобы вот я себя как ребенок пришел в школу и чувствовал, что мне здесь хорошо как дома. Поэтому для ребят мы стараемся сделать это как вторым домом. Ну, я думаю, что вы бы не отправили сына в ту секцию, где не хотели бы, чтобы он занимался, где было бы ему плохо. Согласен. Давайте, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я пожелаю от себя, вам и вашей футбольной школе развития, успехов на предстоящих турнирах, а вам как руководителю проекта, процветания вашей школы, ну и, соответственно, новых побед на футбольных полях страны. Большое спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «На спорте» был руководитель детской футбольной школы «Юниор» Максим Кочкин. Большое спасибо. До свидания. Спасибо.